100%. И сегодня у меня для вас сюрприз. С нами в нашей Харьковской студии сегодня сможет поделиться своей историей успеха очень молодой, перспективной, красивой, энергичной, целеустремленной, я могу перечислять комплименты, не переставая, новый директор компании Арифлейм Дмитрий Шевчук. 17 лет, город Харьков, Дмитрий Шевчук, который знает точно, что возраст это только цифра, а наша жизнь это наш выбор. Встречайте, громкими-громкими аплодисментами. Встречайте, громкими аплодисментами. Сегодня я часто предпринимателям, причем сотрудничаю со СССР, международный компонент. Встречайте, громкими аплодисментами. Встречайте, громкими аплодисментами. И сейчас мои презентации начинают с первого. Вот такая самая главная задача любого предпринимателя. Это найти идею. Идею, за которую он будет получать, зарабатывать деньги. И второе, это найти деньги, найти ресурсы, чтобы эту идею вопротить. Так я очень хочу обрадовать, потому что идею, за которую мы придумали, в начале нужно всего лишь 29 гривен. Поэтому людям говорите правду. Следующий слайд, пожалуйста. Немножко хочу сказать о моем возрасте. Как вы уже сказали, я считаю, на самом деле, что возраст это всего лишь цифра, которая не определяет ни ум человека, ни его способности. Все зависит не от прожитых лет, а от тех моментов, которые ты в жизни пережил. Следующий слайд. Для чего вообще каждый из нас приходит в эту жизнь? Может, такой немножко словосовский вопрос, но я вам его задам. Напишите, пожалуйста, в чате ваши ответы. И когда я общаюсь с разными людьми, я всегда задаю эти вопросы. И мне люди всегда начинают жаловаться, что не то время, не то государство, страна не то, время не то. И почему мы постоянно откладываем какие-то дела, какие-то вещи, а постоянно на завтра, на потом и так далее. И жизнь как такси, едешь ты, стоишь, а счетчиков работает. И я понимаю, что моя жизнь – это результат только моего выбора. И я всегда могу изменить ее сценарий. И в жизни нет 100% ничего невозможного. Я пытаюсь эту простую мысль донести до всего человечества своей работой и своей собственной жизнью. И немного моей истории. У меня, на самом деле, история не такая уж и большая, как вы заметили. Но есть что с вами поделиться. Я еще хотел работать. Всегда хотел зарабатывать высказательные деньги. С 11 лет я уже искал варианты. Я раздавал листовки, я работал в колл-центре Кейстара, даже работал в брачном агентстве. Она всегда не приносила тех денег, того удовольствия, которое мне хотелось. И в 15 лет я начал заниматься различными интернет-проектами. Начал создавать сайты, начал создавать блоги. И это даже приносило мне некий дополнительный доход. Это где-то 200 гривен, где-то 500 гривен, где-то 1000 гривен. Но сайты создаешь – деньги есть. Сайты не создаешь – денег нет. И дальше, получается, нужно было делать выбор. Выбор в чем? В том, каким я буду работать дальше. Так сложилось, что в моей семье из поколения в поколение все были жизнедорожниками. И только одна мысль о том, что я буду всю жизнь или ездить в поездах, или я всю жизнь буду ходить просыпаться все утра и ходить на нелюбимую работу, просто мне не давало покоя. Не могу сказать, что железнодорожники зарабатывать сильно мало. Многие люди рассказывали до Reflame, что ничего не было и так далее. У меня это все было. Каждый год мы ездили на море, каждый год мы отдыхали и ждем в хорошей квартире, но чего-то не хватало. В следующем слайде там написано, что по контакте попалась такая фраза – «Прохожу мимо подпись жизни». Я так задумался, почему мы с моей семьей проходим мимо дорогих ресторанов, почему мы проходим мимо дорогих магазинов, почему, когда мы ездим отдыхать на море, мы выбираем не то, что мы хотим, а то, что мы можем. И я понял, что надо брать жизнь в свои собственные руки. И я могу сказать вам по-честному, что я никогда раньше не планировал, что буду сотрудничать именно с компанией Reflame. Я никогда раньше не думал, что в таких компаниях вообще люди зарабатывают деньги, зарабатывают хорошие деньги. Но как я сюда вообще попал? Меня никто не приглашал. Я в Reflame пришел сам, потому что моей маме продукт понравилось. Я решил ее просто оформить дисконт, потому что смысл сегодня не иметь дисконтную карточку. Она брала продукцию для себя. Мне очень много моих спонсоров рассказывали, что есть деньги, можно зарабатывать. Я им все это не верил и точно знал, что этим заниматься не буду. Но когда я тоже посетил такой квартальный форум, только в оффлайне, выходили разные люди на сцену. Кто как говорил, мы зарабатываем 5000 гривен, мы зарабатываем 5, мы зарабатываем 10. У меня был вопрос, это же сколько нужно продать, чтобы столько заработать. И когда они сказали, что продажами вообще не занимаются, а просто покупают для себя, рассказывают об этом людям, сразу после мероприятия я подошел к моим директорам, сказал, говорите, что нужно делать, я тоже так хочу. И я просто решил, я попробую. Я попробую и, наверное, ни на секундочку не пожалел, потому что изменилось очень много. Что дает Reflame? Первое, это финансовая свобода. На самом деле очень здорово самостоятельно зарабатывать деньги, при этом осознавать, что ты этого всего добился сам. Деньги-то здорово, деньги-то вкусная еда, деньги-то красивая одежда, деньги-то здоровье ваших близких, деньги-то отдых и путешествие. Когда люди говорят, что деньги-то не главное, не верьте, потому что просто попробуйте, или когда люди говорят, что ни деньгах счастья, здоровье за деньги не купишь, ну и так далее, попробуйте свозить ваших детей или ваших родных в Диснейленд, попробуйте сходить в больницу бесплатно вылечить зубы и так далее. Во-вторых, Reflame это на самом деле удивительная компания, потому что она каждому из нас помогает, помогает быть первым в своей команде. Я горжусь тем, что стал директором 17 лет, я горжусь тем, что ни разу в жизни не работал ни на одной работе по найму. Я горжусь тем, что стал предпринимателем, первым в нашей семье. Я горжусь тем, что стал первым несовершеннолетним предпринимателем в Харьковском регионе. И я горжусь тем, что мой доход за месяц больше, чем любая годовая стипендия любого студента. Ну и в-третьих, что очень важно, это удовольствие от работы. Потому что, ну согласитесь, смысл заниматься тем делом, которое тебе не нравится. Поэтому дальше мы сможем с вами увидеть, это различные поездки от компании, это выездные семинары, это различные поездки за границу. Хоть я не являюсь золотым директором, но даже уровень уже менеджера, уровень директора помогает каждому из нас откладывать денежки. И мы вместе с моей командой только за 2013 год посетили четыре страны. Вот. И на этом слайде многие спрашивают, какой мой секрет успеха. Самое главное секрет успеха – это обучаться. Я обучался очень много. Для кого никогда не секрет, что когда мы хотим работать учителем, врачом, стоматологом и так далее, то этому нужно учиться за чем-то 5-6 лет. Когда мы приходим в вообще незнакомую долю бизнеса, мы думаем, что мы все знаем. Поэтому учитесь и работайте в команде. И давайте с вами немножко просто сравним, трудно ли работать в Арифлейм. Этот вопрос я задаю всегда всем моим менеджерам. Я спрашиваю, трудно ли работать в Арифлейм? Недавно я спрашивал у одной мамы в декрете, менеджера тоже в компании. Она мне говорит, да, трудно. А я спрашиваю, а жить одной с ребенком на пол-3 тысячи гривен тебе легко? А это еще сложнее. Поэтому пусть лучше вам здесь будет трудно, но вы работаете на стабильность, вы работаете на перспективу, вы работаете на будущее. Поэтому просто сравните, что же дало лично меня. Я бы проучился 5-6 лет в институте, получил бы высшее образование. И максимум, что мог занять, это какой-то должный специалист, работа в офисе на заводе или еще где-то. То есть зарплаты по нашему городу это 1,5-2 тысячи гривен. И что получается у меня при работе в Арифлейм, еще не имея высшего образования, совмещая месяц с учебой, это доход какой-то, который вы видите на экране. И на следующем слайде мы с вами видим, что когда мы побывали на мегафоруме в Москве с моей командой российской, Магнус сказал очень замечательные слова. Он сказал, что они, как компания, готовы сделать абсолютно все, чтобы изменить вашу жизнь. А что готовы сделать вы? Они готовы вводить новые инициативы, они готовы сделать новые программы. А что вы готовы для этого сделать? Вы до сих пор ждете идеальных условий? Идеальных условий, на самом деле, не наступят абсолютно никогда. Идеальных условий, чтобы создать свой бизнес. Идеальных условий, чтобы что-то либо начать. Поэтому ваша задача быть эффективными в неидеальных условиях. И помните, что нет волшебных методов. Есть упорство, из них которое вы сможете достигнуть абсолютно любой цели. И каждый день миллионы людей делают свой выбор. Выбор, что нам надеть, что нам поесть, сделать или не сделать, принять решение или не принять. И, к сожалению, многие люди принимают решение ничего не делать в своей жизни. Все оставить на бежнем уровне. Вот дело таких людей – это дом, работу убрать, постирать, приготовить, погладить и так далее. Я думаю, что вы тоже такой жизни не хотите. Вы хотите красиво, ярко, насыщенно, интересно. И все это только в наших с вами руках. И компания «Рефлэмс» на самом деле удивительная компания. Потому что она изменила судьбу тысячи людей. И ваша судьба тоже изменится. Самое главное – это поверить этой компании, это действовать этой компанией, принять решение. Потому что бедность – это не принять решение. Быть бедным или быть богатым – это ваш выбор. Поэтому верьте. Я верю в эту компанию, верю в себя, в то, что у меня будут новые звания. Передаю привет всем моей команде. У меня огромная благодарность моим спонсорам – это Ларисы Кашняковой, Светлане, Шиченко, Аня Дудейшенко. Вы огромные молодцы. Всем удачи. И всех благодарю за внимание. А мы не прощаемся с Дмитрием. Мы его просто так не отпустим. Дим, у меня к тебе вопрос. Вы меня все слышите? Хорошо меня? Дим, поделись-ка нам всем. Вот открой секрет. Вот у нас тут полтысячи человек. Открой нам секрет. Ну что потратишь свою первую премию от компании? Я считаю, что деньги нужно вкладывать в отдых. Потому что, что заметил по себе, когда мы хорошо отдыхаем, мы хорошо и работаем. Поэтому всю свою премию я решил потратить нам в поездку. Туда еще вам не откроют этого секрета. Следите за мной в Однокласснике в ВКонтакте. И вы скоро об этом узнаете. Спасибо. Мы благодарим Диму. Желаем его успехам. Эти аплодисменты для Димы.